Всем привет! С вами Визок.ру. Сегодня хочу рассказать, как связать комбинезончик из Ализе Софти для мини-амегас от Паула Рейна. Капюшончик у этого комбинезончика не простой, а секретиком. Куколку сейчас раздену и покажу уже все более подробно в деталях. Итак, комбинезончик. Как я уже говорила, пряжа Ализе Софти у меня это остатки. Оттенок называется радуга. Было два маленьких клубочка и крючок номер два, которым я вяжу всегда из Софти. Чуть-чуть времени и получился такой вот комбинезончик. Застегивается он на две кнопочки. Одна кнопочка здесь, вторая вот здесь. Капюшончик с секретиком. Есть сзади прорезь для того, чтобы сделать куколке хвостик, например, и вытащить волосы, которые у Паула очень пушистые и густые, и из-за этого одежду с капюшоном им делать бывает проблематично. Начала я вязание с кокетки, затем прибавками, дошла до необходимой плечевой длины, разделила работу на рукава, полочки и спинку, ну и уже потом вывязывала длину и разделяла петли для штанин. Планку застежки я вязала отдельно, когда обвязывала, ну и, соответственно, после планки сразу начала вязать капюшон. Вяжется все очень просто и быстро. Сложности не должно возникнуть даже у начинающих рукодельниц. Единственное, что когда работаешь с алисой софте, нужно либо считать петли, либо ставить маркер для них, потому что вяжешь на ощупь, петелек практически не видно, и можно легко сбиться. Но пряжа прощает ошибки, если их сделать немного и нечасто. И, то есть, допустим, если в ряду пропущена петля, можно вполне себе позволить в конце ряда эту петельку самую провязать. В полотне это заметно не будет. Но, опять-таки, повторюсь, если делать это нечасто. Мастер-класс по вязанию этого комбинезончика появится у меня в ВКонтакте в группе. Поэтому все, кто хотят вязать, пожалуйста, заходите. Ссылочку на группу я оставлю в описании. До новых встреч!